Владимир Артыков Born in 1934 in Tashkent, Uzbek S.S.R., Владимир Артыков went on to become a famous artist, as well as a theater and film production designer. He received his education from the famous Gerasimov Institute of Cinematography in Moscow. He is an active member of the International Academy of Creative Endeavors, honored cultural worker of Turkmen S.S.R., member of the Cinematographers' Union of U.S.S.R., honorary member of the Russian Academy of Arts. Владимир Артыков and his wife, artist Rima Isakova, live and work in Moscow. Однажды он мне говорит, я приехал в Усхаббат по киношным своим, еще по киношным делам. Он говорит, слушай, уговори своего отца, я хочу написать его портрет. А у меня папа старый коммунист, с 19-го года член партии, в общем, орденом Ленина награжденный. Он говорит, только попроси его, чтобы он обязательно пришел с иконостасом на груди и так далее. Ну, опять, значит, он пишет портрет и все время восхищается. Он говорит, ну, Володя, слушай, какой ты, вот что значит старая закалка. Он сидит, говорит, вот как я его посадил, 4 часа я пишу его, сеанс, да? Он говорит, буквально не меняет позу. Я ему говорю, Анна Николаевич, отдохните, пожалуйста, присядьте. Он говорит, нет, у меня нет времени, пиши все свои четыре, я буду сидеть, я буду сидеть и позировать тебя, как в копоте. И портрет действительно получился очень удачный, тоже был закуплен, вошел во многие-во многие альбомы. Вот, и на каждой персональной своей выставке Друзья обязательно давал этот портрет. Субтитры создавал DimaTorzok. Анагулы Артыков, was created in 1978. Today, it is preserved in the Turkmen Museum of Fine Arts in Ашхабад. Вспоминается мне еще один эпизод, связанный с моим другом Дурдой Байрамом. Однажды я приехал как-то в Ашхабад, и Бисти, которого он писал в Москве, художник Бисти, тоже, не знаю по какой причине, но он тоже приехал в Ашхабад вместе с одной искусствоведкой из союзных художников, и они навестили меня в моей мастерской. Ну, мы посидели, вспомнили там про все эти истории московские, и потом Дурдой говорит, знаешь, ты еще долго будешь в Ашхабаде? Я говорю, ну, недельку буду еще, недельку. Ну, хорошо, поговорили, разошлись. Прошло три дня, подъезжает машина, я вижу окно в своей мастерской, выходят Дурды из такой забочины. Говорит, вот, ты еще не уехал, молодец, все. Значит, так, вот, садись вот здесь у камина, у меня там камин такой, значит, включи, огонь газовый. Я говорю, зачем, сейчас, я говорю, тепло, лето. Он говорит, ну, а в картине откуда, знаете, лето там или лето? В общем, на фоне камина. Я его уговорил, я говорю, не надо Дурды никакого огня, просто, пожалуйста, тебе нравится фон камина, сядем у камина. Я говорю, ну, а когда ты привешься, когда начнешься? Он говорит, у меня все с собой. Выходит из машины, выдергивает холст, довольно большой, что-то 150, там, нужно вот так наискосок. Выдернул из машины краски, все, все, все. Садись вот на фоне камина, все. И стал меня писать. И вот, когда, пока я писал, он мне, он не любил, он из тех художников, которые молча не работают. Он или должен слушать собеседника, или сам что-то рассказывать, вот, писать. Он в этом отношении молодец. И мы, значит, он работает, он говорит, ты давай рассказывай, не надо там двигаться. И мы вот все вспомнили, всю нашу совместную дружбу, все какие-то интересные моменты в нашей жизни, пленерные, как мы ездили в моры, в другие города, писать этюды. Вот так все разговаривали, вспоминали друзей, московских, ашхабадских и других. И незаметно, незаметно, в общем, по 4 часа, несколько сеансов он сделал. Быстро, друды вообще очень быстро работали. Он мог портрет за один сеанс написать. А если вот 5-6 сеансов, это уже для него предел. Он подолгу не писал никогда, но результат конечный у него очень-очень хороший. А самое главное, всегда старался передать психологический человек, его настрой, его состояние душевное. Это у него действительно получалось. Ну, одаренный такой человек. Ему еще Матчальский, он учил своего профессора Матчальского в Москве Суриксту. Даже Матчальский сказал, дурды, ты портретист. Когда дурды писал и картины, и натюрморты, и пейзажи замечательные. Ну, действительно, в портретах он превзошел. Просто молодец. И вот, значит, написал он этот портрет. Заверший. В раму ставил, раму привез. В раму. И говорит, это вот тебе подарок. Я говорю, дурды, меня я здесь не живу. Принести к маме домой, куда его повесить? Огромный, кроватный. Я говорю, давай так договоримся. Я тебе его оставляю. Ты вот написал, ты мне сделал подарок, запечатлел меня. А я тебе подарок, возвращаю твой портрет тебе, чтобы он был в твоей коллекции. Мало ли, выставки бывают, все. Нет, нет. И так портрет остался у меня в мастерской. Вдруг мне звонят в Москву, прошло какое-то время, год, два, три, не помню сейчас. Годы какие-то. Звонят и говорят, мастерские сносят. Там будет проспект. Все мастерские союза художников в Восхобаде сносят. А у меня там картины, там подрамницы, краски, все-все-все. Так-то мне в боксе там ничего такого барахла нет. Пришлось мне прилететь туда. Я забрал какие-то у меня там книги, документы ценные были, еще что-то своей работы. Забрал, куда девозит портрет. Я говорю, дурдык, я тебе дарю обратно твой портрет. Это целая сага о портрете. Он говорит, ну как ты? Я говорю, подожди, ты послушай меня. Этот портрет еще сыграет тебе положительную роль в твоей творческой биографии. Вот. Ну, зачем я потащу в Москву? Это мне его надо снять с подрамника, вынуть из рамы. Это целая история. Там опять натягивать заново, опять это все. Я говорю, давай забери этот портрет, ты еще не раз покажешь на выставках. И действительно, он после этого на многих выставках показывал эту картину. Я ее называю картиной, потому что в нем не только просто образ художника, в частности, мой, но какие-то детали, которые он написал сзади меня, вот эти какие-то дорогие для меня вещи, он тоже все это так скомпоновал хорошо, так все это разместил, что это не бросается в глаза, и вместе с тем целая биография. И на столе передо мной палитра. Все эти краски мои уже, подсохшие все. И получился очень такой философский, такой какой-то с любовью, с дружественной любовью портретированным. Вот это очень ценно, конечно. Где этот портрет, не знаю. Может, Кея знает, может, Гюзель знает, где он, не знаю. Но, слава Богу, что его так много печатали, во всех альбомах у Дурды он есть, во всех монографиях он тоже есть. Так что положительную сыграл для него службу. Дурды Байрамов created this portrait of Владимир Артыков in 1989. It is currently preserved at the Bairamov Museum in Toronto. А так, как человек, это исключительно веселый, удивительный. Он совершенно не похож на этих художников, которые вечно что-то брюзжат, чем-то они недовольны. Вот их обделили, им не дали там звания, обошли на выставке, не приняли. У него этого никогда не было. Сколько я его помню, сколько лет дружу, у него всегда было хорошее настроение. Он всегда такой веселый, жизнерадостный, доброжелательный и очень оптимистичный человек. Поэтому он и писал так быстро. Он очень писал быстро и рисовал замечательно. И вот образ Дурды, он всегда меня вдохновлял. Мне стоило только вспомнить его улыбающегося лицо. У меня всегда поднималось настроение и хотелось что-то сделать, что-то нарисовать или что-то написать. Последний раз, когда Дурды посетил вот эту московскую мастерскую с Гузеля, это памятное, очень памятное время, потому что, и радостное время, потому что он получил звание академика, и в Киргизии ему вручали. И как Гузель мне сказала, что когда мы собрались улетать в Ашхабад, после того, как мантию на него надели, диплом вручили, там обмыли все это дело, как положено, Дурды сказал, нет, мы полетим в Москву, повезаем Володю, посмотрим, как он живет, какие работы, и его новую супругу Риму Николаевну, художницу замечательную, потому что он уже видел на выставках и в репродукциях. И вот они были здесь, с внучкой он был, с внучкой, вот, и это последний раз. После этого я написал книгу «Обнаженная модель», в которой большая глава посвящена вот Дурды Байраму и его Гузель, и его пребывание вот в Москве уже, будучи, когда он уже получил звание академика. В общем, светлая память об этом человеке, она до конца моей жизни будет со мной, потому что друзей, как всегда, мало, вот, встреч может быть много, а друзей – это штучный товар. И вот этот штучный товар в лице замечательного, талантливого художника Дурды Байраму всегда будет в моем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok